Всем привет! За время существования канала было много тяжелых выпусков, очень тяжелых. Сама тематика канала такая, но сегодняшний выпуск особенный. Честно, я еле сам смог его закончить, но все, что вы сейчас услышите, все еще крутится у меня в голове. Голоса тех, кто будут говорить, это не просто дети войны, это самые настоящие моральные и физические жертвы этой войны. В силу маленького возраста они не смогли уйти в партизаны, их не успели эвакуировать, они остались в самом эпицентре. В силу маленького возраста они не могли придумывать, не могли сочинять и рассказывать, как это было бы выгодно, но они уже все понимали, они говорили правду, после которой, уже будучи взрослыми, не могли нормально спать. Война забрала у них нормальную жизнь вместе с детством и всем, что было им дорого. Я зачитаю вам отрывки воспоминаний сборника. Автора сборника скажу в конце ролика. Теперь представим на несколько минут, что эти дети мы, шагнувшие в ад. Давайте послушаем. Помню, черное небо и черный самолет. Возле шоссе лежит наша мама с раскинутыми руками. Мы просим ее встать, а она не встает, не поднимается. Солдаты завернули маму в плащ-палатку и похоронили в песке на том же месте. Мы кричали и просили, не закапывайте нашу маму в яму, она проснется и мы пойдем дальше. По песку ползали какие-то большие жуки, и я не могла представить, как мама будет жить под землей вместе с ними. Как мы ее потом найдем, как мы встретимся, кто напишет нашему папе. Кто-то из солдат спрашивает меня, девочка, как тебя зовут? А я забыла. Девочка, а как твоя фамилия? Как зовут твою маму? Я не помнила. Мы сидели возле маминого бугорка до ночи, пока нас не подобрали и не посадили на телегу. Полная телега детей. Вез нас какой-то старик, собирал всех по дороге. Приехали в чужую деревню и разбросали нас пахатом чужие люди. Женя Белькевич, 6 лет. Спать было не на чем, спали на соломе. Когда пришла зима, на четверых были одни ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом, голодали все люди вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило 250 детей. И однажды позвали на обед, а есть вообще нечего. Сидят в столовой воспитательница и директор. Смотрят на нас, и глаза у них полные слез. А была у нас лошадь майка. Она была старая и очень ласковая. Мы возили на ней воду. На следующий день убили эту майку и давали нам воду и маленький кусочек майки. Но от нас это долго скрывали. Мы бы не могли ее есть ни за что. Это была единственная лошадь в нашем детдоме. А еще было два голодных кота, скелеты. Хорошо, мы думали потом, что это счастье, что коты такие худые. Нам их не придется есть. Ходили мы с огромными животами. Я, например, смогла съедать ведро супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, столько я буду и есть. Спасала нас природа. Мы были как жвачные животные. Весной в радиусе нескольких километров вокруг детдома не распускалось ни одного дерева, потому что съедали все почки. Мы сдирали даже молодую кору. Ели траву, все вподряд ели. Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву. Носили и живали. Лето нас спасало, а зимой становилось очень тяжко. Маленьких детей нас было человек сорок. Поселили отдельно. По ночам рев. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не произносить при нас это слово. Они рассказывали нам сказки и подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг произносил мама, сразу начинался рев. Безутешный рев. Зина Косяк. 8 лет. В конце 1944 года я увидела первых пленных немцев. Они шли широкой колонной по улице. И что меня поразило, так это то, что люди подходили к ним и давали хлеб. Меня это так поразило, что я побежала на работу к маме спросить, почему наши люди дают немцам хлеб. Мама ничего не сказала. Она только заплакала. Тогда же я увидела первого мертвого в немецкой форме. Он шел-шел в колонне и упал. Колонна постояла и двинулась дальше. А возле него поставили нашего солдата. Я побежала. Меня тянуло посмотреть на смерть вблизи. Побыть рядом. Когда по радио объявляли о потерях противника, мы всегда радовались. А тут я увидела, человек как будто бы спал. Он даже не лежал, а сидел полускручившись. Голова немного на плече. Я не знала, ненавидеть мне его или жалеть. Это был враг, наш враг. Не помню, молодой или старый был. Очень усталый. Из-за этого мне было трудно его ненавидеть. Я тоже маме об этом рассказывала. И она опять плакала. Таиса Насветникова. Семь лет. Через два дня, наверное, к нам на хутор пришла группа красноармейцев. Запыленные, потные, с запекшимися губами. Они жадно пили воду из колодца. И как же они ожили, как просветлели их лица, когда в небе появились четыре наших самолета. На них мы заметили какие-то красные звездочки. Наши, наши! Кричали мы вместе с красноармейцами. Но вдруг откуда-то вынырнули маленькие черные самолеты. Они крутились вокруг наших. И что-то там трещало, гремело. Это, как знаете, как будто кто-то рвет клеенку или полотно. Но звук громче. Я еще не знал, что так издали или с высоты трещат пулеметные очереди. За падающими нашими самолетами потянулись полосы красного огня и дыма. Ба-бах! Красноармейцы стояли и плакали, не стесняясь своих слез. Я первый раз увидел, первый раз, чтобы красноармейцы плакали. В военных фильмах, которые я ходил смотреть в наш поселок, они никогда не плакали. А потом, потом еще через несколько дней из деревни Кабаки приехала мамина сестра, тетя Катя. Черная, страшная такая. Она рассказала, что в их деревню приехали немцы, собрали активистов и вывезли за околицу. И там расстреляли из пулеметов. Среди расстрелянных был и мамин брат, депутат сельского совета, старый коммунист. До сих пор помню слова тети Кати. Они ему разбили голову, и я руками мозги собирала. Они белые-белые. Она жила у нас два дня, и все эти дни рассказывала и повторяла. За эти два дня у нее побелела голова, и когда мама сидела рядом с тетей Катей, она обнимала ее и плакала. Я гладил ее по голове. Боялся, боялся, что мама тоже станет такой же белой. Женя Селеня. Пять лет. Скоро начался голод. Собирали лебеду, ели лебеду. Быстро закончились дрова. Немцы сожгли большой колхозный сад за огородом. Боялись партизан. Так все ходили люди и обрубали там пеньки, чтобы хоть немного принести дров. Нагреть дома печь. Из дрожжей делали печеньку. Жарили дрожжи на сковороде. У них появился такой привкус печенья. Мама дала немного денег, чтобы я купил хлеба на рынке. А там старая женщина продавала козлят. И я вообразила, что спасу нашу семью, купив козленка. Козленок подрастет, и у нас будет немного молока. Я купила козленка, заплатив за него все деньги, которые мне дали с собой. Я не помню, как меня ругала мама. Помню только, что мы несколько дней сидели голодные, деньги кончились. Варили какую-то затирку и кормили ею козленка. Я брала его с собой спать, чтобы ему было теплее. Но он замерзал и скоро умер. Это была трагедия. Мы очень плакали, не разрешали его уносить из дома. Сильнее всех плакала я, считая себя виновной. Мама вынесла его ночью тихонько, а нам сказала, что козленка съели мыши. Инна Левкевич, 10 лет. В ноябре 42-го начальник госпиталя приказал выдать мне форму. Правда, ее пришлось срочно перешивать, а сапоги на меня не могли найти целый месяц. Так я стал воспитанником госпиталя. Солдатам что делать? Одни бинты могли свести с ума, их всегда не хватало. Приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте скрутить тысячу штук в день, а я наловчился еще быстрее взрослых. Ловко получалось, и первая самокрутка в день моего 12-летия. Старшина с улыбкой вручил мне пачку махорки, как полноправному бойцу. Покуривал тихонько от мамы, воображал, конечно. Страшно, конечно. Я с трудом к крови привыкал. Боялся обожженных, с черными лицами. Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то, и другое в дело пошло. Соль поваром, парафин мне. Пришлось овладеть специальностью, не предусмотренной никакими воинскими списками. Делал свечи. Это похуже бинтов. Моя задача, чтобы свечи долго горели. Мы ими пользовались, когда не было электричества. Под бомбежкой врачи не прекращали операции и под обстрелом. Ночью только закрывали окна, завешивали простынями, одеялами. Володе Чистоклетов, 10 лет. Они нас расстреливали в упор. Люди падали на землю, в песок, в траву. «Закрой глаза, сынок, не смотри», – просил отец. Я боялся смотреть на небо. Там было черно от самолетов. И на земле. Везде лежали убитые. Близко пролетел самолет. Отец тут же упал и не поднялся. Я сидел над ним. «Папа, открой глаза! Папа, открой глаза!» Какие-то люди кричали «немцы!» и тянули меня за собой. А до меня не доходило, что отец больше уже не встанет. И вот так в пыли на дороге я его должен бросить. На нем нигде не было крови. Он просто молча лежал. Меня от него оттянули силы. Но много дней я шел и оглядывался. Ждал. Отец меня догонит. Просыпался ночью. Просыпался от его голоса. Я не мог поверить, что отца больше у меня нет. Так я остался и один в этом суконном костюмчике. Володя Парабкович, 12 лет. Когда нас освободили, отец ушел на фронт. Впереди меня сидела девочка Аня. У нее погиб отец с матерью. Она жила с бабушкой. Они были беженцы из-под Смоленска. Школа ей купила пальто, валенки и блестящие галоши. Учительница принесла и положила все это ей на парту. А мы сидели притихшие, потому что ни у кого из нас не было таких валенок и такого пальто. Мы завидовали. Кто-то из мальчишек толкнул Аню и сказал. Повезло-то как! Она упала на парту и заплакала. Плакала на взрыв все четыре урока. Вернулся отец с фронта. Все пришли посмотреть на нашего папу и на нас, потому что к нам вернулся папа. Первой пришла эта девочка. Нина Ярошевич, 9 лет. Иду из столовой. Дети все кричат. Приехала твоя мама. У меня в ушах твоя мама, твоя мама. Мама мне снилась каждую ночь. Моя настоящая мама. И вдруг она наяву. Мне казалось, что это все во сне. Вижу мама и не верю. Несколько дней меня уговаривали, а я боялась к маме подходить. Вдруг это сон. Сон. А мама плачет, а я кричу. Не подходи, мою маму убили. Я боялась. Я боялась поверить в свое счастье. И сейчас всю жизнь я плачу в счастливые моменты своей жизни. Всю жизнь мой муж. Мы живем с ним в любви много лет. Когда он сделал мне предложение, я тебя люблю, давай поженимся. А я в слезы. Он испугался. Я что, тебя обидел? Нет, нет, я счастливая. Но я никогда не могу быть до конца счастливой. Совсем счастливой. Не получается у меня счастье. Боюсь я счастья. Мне всегда кажется, что оно вот-вот кончится. Во мне всегда живет вот этот детский страх. Тамара Пархимович, 7 лет. Жила рядом с нами очень хорошая, добрая женщина. Она видела все наши страдания и сказала маме. Пусть ваша дочь помогает мне по хозяйству. Уж очень я была хилая. Ушла она в поле, а меня оставила с внуком. Показала, что где лежит, чтобы я его накормила и сама поела. Я подойду к столу, посмотрю на еду, а брать боюсь. Мне казалось, что если я возьму что-нибудь, то это все сразу же исчезнет. Что это сон. Не то, что есть. Я даже пальцем боялась крошечку тронуть. Только бы это все не переставало существовать. Я лучше буду смотреть. Долго буду смотреть. То сбоку, то сзади подойду. Так за весь день в рот ничего не взяла. А у этой женщины была корова, овцы, куры. Она оставила мне масло, яйца. Пришла хозяйка вечером, спрашивает. Ела? Отвечаю, ела. Ну иди тогда домой. А это маме отнеси и дай им хлебушка. А завтра снова приходи. Пришла я домой, а эта женщина сразу за мной. Я испугалась. Не пропало лишь что. Она целует меня и плачет. Что же ты, дурочка, ничего так и не поела? Почему все на месте лежит? И гладит, и гладит меня по голове. Эмма Ливина, 13 лет. Я очень удивилась, когда молодой фашистский офицер, который стал жить у нас, был в очках. Я себе представляла, что в очках ходят только учителя. Он жил с денщиком в одной половине дома, а мы в другой. Братик, самый маленький, у нас простыл сильно и кашлял. У него была большая температура, он весь горел, плакал ночами. На утро офицер заходит в нашу половину и говорит маме, что если киндер будет плакать, не давать ему спать по ночам, то он его пуф-пуф и показывает на свой пистолет. Ночью, как только брат закашляет или заплачет, мать хватает его в одеяло и бежит на улицу и там укачивает, пока он не заснет или не успокоится. Забрали у нас они все, мы голодали, на кухню не пускали, варили они там только себе. Брат маленький, он учует запах и ползет по полу на этот запах. А они каждый день варили гороховый суп. Очень он уж чутко пахнет, этот суп. Через пять минут раздался крик моего брата, страшный виск. Его облили кипятком на кухне, это за то, что он просил есть. А он был такой голодный, что подойдет к маме. Давай сварим моего утенка. Утенок у него был самой любимой игрушкой. Он никому его раньше в руки не давал, спал с ним. Нина Рачицкая, семь лет. Там собралось много людей и детей. Те, кто приехал за мамой, нас не знали и не нашли. Они выламывают дверь, а я вижу, что на дороге показалась мама. Такая маленькая, такая худенькая. И немцы ее увидели, они побежали наверх на горку, схватили маму, заломали ей руки и стали бить. А мы бежим и кричим втроем, кричим сколько есть сил. Мама, мама! Втолкнули ее в мотоциклетную коляску, она только крикнула соседке. Феня, милая, ты присмотри за моими детьми. Нас соседи отвели от дороги, но каждый боялся к себе брать, а вдруг придут за нами. И мы пошли плакать в канаву. Домой нельзя, нам уже рассказали, что в соседней деревне забрали родителей, а детей сожгли, закрыли в доме и сожгли. Боимся войти в свой дом. Так продолжалось, наверное, дня три. То мы в курятнике сидим, то к огороду к нашему подойдем. А есть-то хочется. В огороде ничего не трогаем, потому что мама ругалась, что мы рано рвем морковку, когда она еще не выросла. Горох обрываем. Мы ничего не берем и говорим друг другу, мол, наша мама переживет, что мы без нее все уничтожаем на огороде. Конечно, она так думает. Она не знает, что мы ничего не трогаем, слушаемся. Взрослые передавали и дети приносили нам. Кто брюкву вареную, кто картофелину, кто бурак. Потом нас забрала к себе тетя Арина. У нее остался один мальчик, а двоих она потеряла, когда уходила с беженцами. Мы все время вспоминали маму, и тетя Арина повела нас в комендатуру тюрьмы, стала просить о свидании. Комендант сказал, что разговаривать с мамой нельзя. Единственное, что он нам разрешил, это пройти мимо ее окошка. Мы прошли мимо окошка, и я увидел маму. Нас вели так быстро, что маму увидела я одна, а сестренки не успели. Мамино лицо было красное, я поняла, что ее сильно били. Она нас тоже увидела, и только крикнула «Дети, девочки мои!» и больше не выглянула в окошко. Потом нам передали, что она увидела нас и потеряла сознание. Через несколько дней мы узнали, что маму расстреляли. Я и сестренка Рая понимали, что нашей мамы уже нет, а самая младшая, Томочка, говорила, что вот вернется мама, и я ей все расскажу, что мы ее обижали и не брали на руки. Когда нам давали поесть, я лучший кусочек отдавала ей. Так я помнила, делала мама. Когда маму расстреляли, подъехала к нашему дому машина, стали забирать вещи. Соседи позвали нас, мол, идите и просите свои валенки, свои теплые пальто. Скоро будет зима, а вы одеты по летнему. Стоим мы втроем, маленькая Томочка сидит у меня на шее. И я говорю, «Дядя, дайте нам валенки!» Полицейский в это время их взял и несет. Я договорить не успела, как он пнул меня ногой, и сестренка свалилась, и ударилась головой о камень. Наутро мы увидели на том месте большой нарыв. Он стал расти. У тети Арины был толстый платок. Она завяжет ей головку, а нарыв все равно видно. Я ночью обниму сестренку, а головка у нее такая большая-большая, и у меня страх, что она умрет. Лиля Мельникова, 7 лет. Скоро немцы вернулись. Через несколько дней собрали всех детей. Нас было 13 человек. Поставили впереди всей колонны. Боялись партизанских мин. Мы шли впереди. Они за нами ехали. Если надо было, например, остановиться и взять воду из колодца, они сначала запускали колодцу нас. Так мы шли километров 15. Мальчишки не так боялись, а девчонки шли и плакали. А они за нами на машинах. Не убежишь. Помню, что мы шли босиком, а еще только начиналась весна. Первые дни хочу забыть. Немцы ходили по хатам, собирали матерей тех, у кого дети ушли в партизаны, и отрубали им головы посреди деревни. Нам приказали. Смотрите. В одной хате никого не нашли. Поймали и повесили их кота. А он висит на веревочке, как ребенок. Хочу все забыть. Люба Александрович, 11 лет. Шли, шли, и в какой-то деревне, в одной из хат, было открыто окно. И когда мы приблизились, брат учуя запах этих пирогов, он потерял сознание. Я зашла в эту хату, хотела попросить кусочек для брата, потому что он бы не поднялся, а я бы его не смогла понести. Сил мало. В хате никого не нашла, но не удержалась и отломила кусочек пирога. Пришла хозяйка. Она жила одна. Она нас не отпустила и сказала, теперь будете моими детьми. Как она это только сказала, мы тут же с братом за столом уснули. Так нам стало хорошо. У нас появился дом. Скоро деревню сожгли, людей всех тоже, и нашу новую тетю. А мы остались жить, потому что рано утром ушли за ягодами, сидели на горке и смотрели на огонь. Все уже понимали. Не знали, куда нам дальше идти. Как найти еще одну тетю. Только эту полюбили. Мы даже говорили между собой, что будем называть нашу новую тетю мамой. Такая она была хорошая. Она всегда целовала нас ночью. Нас подобрали партизаны из партизанского отряда на самолете вывезли за линию фронта. Что у меня осталось с войны? Я не понимаю, что такое чужие люди. Потому что мы выросли с братом среди чужих людей. Нас спасали чужие люди. Но какие же они мне чужие, если все люди свои? Я вот живу с этим чувством. Нина Шутно. Шесть лет. Жили мы. Мама, две сестрички, братик и курица. У нас одна курица осталась. Она с нами в хате жила. С нами спала. С нами от бомб пряталась. Она привыкла и ходила за нами, как собачка. Как мы не голодали, а курицу спасли. А голодали так, что мать за зиму сварила старый кожух и все кнуты. А они пахли мясом. Братику грудному заварили кипятком яйцо. И эту водичку давали ему вместо молока. И он переставал тогда плакать и умирать. А вокруг убивали, 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 людей, коней, собак. За войну у нас всех коней убили, всех собак. Правда, коты уцелели. Днем немцы приходят. Матка, дай яйка. Матка, дай сало. Стреляют. А ночью партизаны. Партизанам надо было выживать в лесу, особенно зимой. Они ночью стучали в окно. Когда добром заберут, когда силы. У нас вывели корову. Мама плачет, и партизаны плачут. Не рассказать, не рассказать, милая, нет, нет. Мама с бабушкой пахали так. Сначала мама надевала на шею хомут, а бабушка шла за плугом. Потом они менялись. Другая становилась конем. Я мечтала скорее вырасти. Жалко было маму и бабушку. После войны на всю деревню была одна собака, чужая прибилась, и одна наша курица. Я пошла в школу. Оторвала со стены кусочек старых обоев. Это была моя первая тетрадка. Вместо резинки пробка из бутылки. Выросли осенью бураки, и мы радовались, что сейчас наберем бураков и у нас будет чернила. День-два эта каша простоит и становится черной. И уже было чем писать. Еще помню, что мама и я любили вышивать гладью. Обязательно, чтобы веселенькие цветочки были. Черных ниток я не любила, и сейчас не люблю черный цвет. Зина Гурская, 7 лет. Не знаю, друзья, кем нужно быть и какие нужно иметь нервы, чтобы это не тронуло до глубины и не вывернуло все нутро от услышанного. Кем нужно быть, чтобы после услышанного называть великую победу советского народа победобесием? Каждый солдат и воин Красной Армии знал, что находится в оккупации и что творится на этой захваченной врагом земле. Он знал, что там есть дети. Они знали и не жалели себя, бросая каждый день себя в атаку. За каждую деревню, за каждое село, за каждый город, чтобы освободить этих маленьких страдальцев. Я зачитал отрывки из книги «Последние свидетели». Этот сборник в свое время подготовила небезызвестная Светлана Алексеевич. Да, не удивляйтесь, когда-то она делала хорошие книги, а вот потом ее понесло в погоне за Нобелевской премией. Да, в принципе, не важно, кто как относится к этому писателю. Важно то, что она смогла собрать уникальные свидетельства и донести их до читателей. Те, кто слышал или те, кто прочитал, никогда не задумаются вопросом, можно ли прощать нацистов за содеянные, можно ли забыть эту войну, можно ли забыть страдания и подвиг нашего народа, даже спустя столько лет. Нет, нельзя, нужно знать и помнить. А у нас на сегодня все, спасибо за ваше внимание, пишите свои комментарии, ставьте лайки. С вами был Дмитрий, канал, чтобы помнили, всем пока.